С завода двери Tesla Model Y делают вот так, а хотелось бы вот так. И для этого есть решение – электронные доводчики дверей. Привет на канале B-Tesla, сегодня мы их установим. Я решил не изобретать велосипед и заказал доводчики там же, где я заказывал электропривод капота в компании Satonic. В описании к этому видео я укажу промокод, который даст вам дополнительную скидочку на этот комплект. На установку я поехал к уже знакомому по ролику с электроприводом капота. Ссылочка будет вот тут вот вверху. Андрей, весь процесс занял около 10 часов с небольшими перерывами. Возьни тут однозначно больше, чем с капотом. Что же нам прислали товарищи из Satonic? В комплекте у нас 4 замка с доводчиками и тросиками аварийного открытия, 4 контроллера на каждую из дверей, 4 косички проводов для подключения к штатной шине управления, и 2 мотка проводов для подведения питания, плюс и минус. Разные прокладки, двухсторонние скотчи для крепления и фиксации элементов. Ну и инструкция по установке, к сожалению, не очень детальная, иначе бы это видео не появилось. Производитель в своем ролике показывает, что можно лишь слегка разобрать двери, но на деле лучше сделать это целиком, чтобы качественно провести провода и надежно закрепить все компоненты доводчика. Крепежные болты спрятаны за отражателем на торцевой части двери, под боковой ручкой спереди и по центру. Снимаем и отключаем маленький спикер в самом углу стекла, прикладываем немного усилий и отщелкиваем пластиковую обшивку. Теперь нам нужно будет отключить все коннекторы в пластиковой обшивке. Все коннекторы, они как-то уникальные, то есть как их потом не перепутают? Не, не, да, то есть не перепутаешь. Кстати, штекеры очень так, ну, можно сломать, поэтому я... Ну ты там на язычок так надавливаешь? На язычок, нет, я просто приподнимаю, чтобы она над язычком. Минутка полезной информации от Андрея про лампочку подсветки. Часто неисправность у людей, когда у них стекло не закрывается или не двигается, это неисправность вот этого фонаря. Вот сейчас мы ее снимем, и она выезжает вот так вот наверх. И люди бьются ранкой, а вот портят вот эту штуку и не понимают, что у них происходит. То есть неисправность машины. То есть то же самое произойдет, если лампочка перегорит, например? Да. И они не смогут ни открыть дверь, ничего. Ух, нифига себе. Ух, нифига себе, это крайне важный элемент. То есть смотри, ты ставлю обратно? Да, понятно. И если эту лампочку снимаешь, машина вообще засыпает. Продолжаем разборку двери. И сейчас наша задача снять вот эту вот черную вставку. Для того, чтобы сделать это максимально просто, мы отщелкиваем клипсы, которые держат вот эту вот всю проводку, и очень внимательно работаем вокруг центральной части двери. Это у нас датчик удара. С подушки-то не включится. Пока не включалось. То есть нужно посильнее, видимо, туда. Отключаем последние коннекторы, и теперь можно переходить к снятию стекла. Аккуратно снимаем резиновую накладку. Сразу открутим болты, которые держат черную вставку. Стекло надежно зафиксировано в нескольких точках крепления к стеклоподъемнику. Один болт в передней, второй в задней части двери. Уверенным движением вверх вытягиваем стекло из пазов. Во время этого процесса большой риск того, что вы обломаете вот эти вот пластиковые направляющие. Но, как показала практика, это механическая регулировка, и она, в общем, не нужна. Ты все равно при обратной сборке регулируешь стекло вот теми болтами, которые мы изначально выплатили. Ну, тем более, на дальнейшую эксплуатацию это вообще никак не влияет. Здесь, конечно, сделано получше. Здесь механизм... Лучше, чем на тройке? Тройке гораздо тяжелее. Откручиваем последний крепежный болт и снимаем вставку. У нас здесь есть... Вот такой вот здесь. Так. Видишь, что она весь снимается вся целиком. Есть. А на тройке ты сначала снимаешь вот этот пластиковый, и у тебя остаются вот эти гибкие направляющие, которые прикручены отдельно к коже. И потом их снимаешь. В общем, это несколько более накладно. Переходим к задней двери. Алгоритм действий здесь такой же, как и на передней двери. Мы уже сняли пластиковую накладку и отключили провода там. Сейчас отключаем провода на внутренней вот этой вот черной вставке, после чего будем откручивать болты, которые фиксируют эту вставку к самой двери. Так. За большими находятся, соответственно, болты из стекла. Выкручиваем эти фиксирующие болты и снимаем стекло точно так же, как мы сняли его в передней двери. Завершающий штрих. Снимаем черную вкладку. Двери на другой стороне разбираются точно так же. Никаких особенностей здесь нет. Вторая часть балета. Начинаем разбирать салон. И делать мы будем это для трех вещей. Подключить плюс, подключить минус и подключить все это хозяйство вместе с шиной управления к каждой из дверей. Для этого мы уже сняли часть резиновых уплотнителей, а также пластиковых панелей, которые закрывают доступ к всему вот этому проводному хозяйству. Слева у руля. Далее нам нужно разобрать колонны слева и справа. Пластиковые накладки сидят на клипсах. Не боимся, дергаем их посильнее. Нам же надо прикладывать физические усилия. Вот так вот, понимаешь? Всем весом. Здесь, вот в этих местах, что с одной, что с другой стороны, будет подключаться минус. С минусом слева и справа все в порядке. Но мы решили упростить себе жизнь и подключиться к плюсу, который расположен под задним сиденьем справа. Сейчас все дружно берем и записываем. Так делать не нужно. После того, как мы собрали машину, каждый день в 11 часов утра замок автоматически открывался и срабатывала сигнализация. Правильным решением будет подключить плюс напрямую к аккумулятору, который находится во франке в переднем багажнике. И тут есть один большой геморрой, а именно протяжка провода питания из зоны салона в зону, где находится эта аккумуляторная батарея. Штатный кабель-канал забит до предела. Пропихнуть через него еще один провод просто невозможно. Спасибо другому Андрею из русского Тесла-сообщества, это такой телеграм-чат Тесловодов, который мне подсказал очень красивое и изящное решение. Это главный элемент всей операции шила. Четверочка, ну максимум шестерочка, чтобы протянуть провод под капот, воспользовавшись вот этим вот прекрасным крючком на конце. Уверенным движением прокалываем один из сосков до самого упора, чтобы шило появилось в салоне. Ну и после того, как проткнули, вот шило, оно у нас здесь торчит. Сейчас мы за него будем цеплять провод и протягивать прямо к батарейке. Классное решение, да? Если понравилось, ставь лайк, подписывайся на канал и жми колокольчик. Я стараюсь много таких фишек выкладывать. Закручиваем болт на плюсовой клемме аккумулятора, вставляем обратно предохранитель, который мы вынули перед подключением. Ну и финальный штрих этого эпизода, закрываем все красной крышечкой, чтобы чьи-нибудь шлавливые ручки тут все не испортили. Но теперь вернемся к нашей установке. Сейчас мы будем снимать штатные замки и ставить на их место те, которые прислал нам сатоник. Все замки промаркированы, поэтому постарайтесь не перепутать. Ого, немножко отличается. Крепление на замках-доводчиках идеально подходит к оригинальным заводским, поэтому на те же болты закрепляем замки обратно. Тросик аварийного открытия двери пропускаем через те же отверстия. Ну и переходим к креплению блоков управления. Чтобы ничего не отвалилось, место крепления блока обязательно обезжириваем. Усилим крепление скотчем. Не берите тот, который в комплекте. Берите тот, который у Андрея. Такой же принцип используем на всех других дверях. Плюс мы уже подсоединили, теперь давайте подключать минус. Это черные провода. Черный провод один корот, покороче, другой подлиннее. Покороче пойдет в заднюю дверь, подлиннее пойдет в переднюю дверь. Дальше нам нужно будет и плюс, и минус протащить через гофрированные трубки в каждую дверь. Определяем, какая длина провода нам потребуется, чтобы остальную часть красиво закрепить в салоне. Для более простого прохода гофрированной трубки используем ВДшечку и протяжку. Закрепляем провода к этому прекрасному инструменту и легким движением руки протягиваем через гофрированную трубку. Ну а дальше закидываем внутрь двери. В принципе, подводка завершена. Далее протянутые провода подключаем к разъему питания. Плюс к плюсу, минус к минусу. На разъеме все помечено, ошибиться очень сложно. После этого подключаем разъем в блок управления. Ну и самое время навести красоту. Для этого мы дверь так и разбирали. Стяжками закрепляем болтающиеся провода. И будет здесь у нас чистота и порядок. Переходим к задним дверям. И здесь есть подвох, который нужно учитывать. В отличие от передних дверей, разъем соединения здесь расположен прямо на границе корпуса. То есть протащить плюс и минус через него физически невозможно. Для того, чтобы решить эту проблему, необходимо, если у вас нет, дозаказать вместе с комплектом набор так называемых удлинителей для Model Y, которые позволяют сместить вот этот разъем на стыке внутрь салона. Как и с передней дверью, добавляем WD-шечку. И здесь можно обойтись без протяжки, просто протащив аккуратно плюс и минус вместе с вот этим вот пучком. А на трешках такая же история? На трешках нормально. Просто провода идут. Нет, штекеры. Я, честно говоря, не знаю, 21-й год. Я тебе не гарантирую. Ну, короче, на тех трешках, которых ты делал... 18-й, до 20-го года 100%. Наводим порядок в двери. Правая сторона делается точно так же, как и левая. Можно пробовать. Есть контакт. Все работает, а значит, можно зафиксировать провода с помощью стяжек. Собираем салон в обратном порядке. Устанавливаем пластиковые панели. Закрепляем резиновый уплотнитель. Устанавливаем и прикручиваем черные вставки. Особое внимание уделяем защёлкам на проводах. Отдельное время займёт установка и регулировка стёкол передних и задних дверей. Каждый раз этот фонарь приходится снимать, потому что... Болтик уезжает. Болтик уезжает вниз, да. Ты совершенно прав. А что-то при закрытии не цеплялась. Ну, по-моему, по красоте. Лучше, Павел, лучше по мне сделаешь. Лучше? Враг хорошего. И как уже много раз сказал в этом видео, правая сторона, в общем, ничем не отличается от левой. Всё делаем в такой же последовательности. Финальные штрихи. Установка пластиковых накладок. Ты досмотрел до конца. Видимо, тебе понравилось. Ставь лайк, подписывайся на канал. Ну, а здесь мы закончили. Несмотря на все сопротивления...